Думают, что они идут в благость, но на самом деле идут в страсть. И понять это невозможно самому, поэтому человек должен двигаться вперед только с наставником. Почему? Потому что, смотрите, человек думает, что он в благость идет, но какие признаки? Он начинает фанатеть. Смотрите, что такое фанатизм? Фанатизм – это ложная дорога. Смотрите, что у человека в сердце начинает появляться, когда он фанатеет. У него появляется ощущение, что он лучше других, чувство превосходства. Например, я не ем мясо, а они едят козлы. Все. Это внешний путь, это внешняя жизнь. Потому что, когда человек не ест мясо, какой результат должен стать? Он должен смиреннее относиться к тем, кто ест мясо, чем они к нему. Он должен их принимать, этих людей, любить больше. Потому что он же стал больше любить, да, всех? Или я бросил курить. И опять, как ты знал, пошла, типа, все курят, и я бросил. Брось сигарету, скотина. Вот. Опять то же самое, смотрите. И так рушатся семьи. Почему семьи рушатся? Человек вроде бы встал на благостный путь, и семья рушится. Почему? Потому что он, изменив что-то в себе, начинает этим гордиться немедленно. Когда, смотрите, теперь, когда есть наставник еще человек. Во-первых, человек отдает воду наставнику, он говорит, так не я это все, я каким был свиньей, таким остался. А вот наставник, на самом деле, он, он, как бы, ну, это его заслуги все в моей жизни, его заслуги. Это не мои вообще. Я, я ничего, никаких заслуг не имею. Поэтому чем мне гордиться перед своим мужем, да, Бог, или перед своей женой? Понимаете? Но когда человек идет без наставника, несомненно, начинает гордиться собой, несомненно. И разрушает свою личность.